А в Астане арестовали третьего фигуранта по делу Алиби. Сотрудники УБОП с участием бойцов специального подразделения Орлан задержали 35-летнего Армана Бельтаева. Почти два месяца он находился в межгосударственном розыске. В ближайшее время он предстанет перед судом. Продолжение темы в материале Тимура Ермашева. Он скрывался от закона почти два месяца. Армана Бельтаев, третий участник избиения Алиби Жумагулова, задержан в Астане. Как следует из сообщения столичного департамента внутренних дел, 35-летний мужчина успел изменить внешность. В частности, он сбрил бороду и стал носить очки. На этом фото Армана Бельтаев еще до известных событий. А это уже одна из его последних фотографий на свободе. Впрочем, как отмечают пользователи социальных сетей, помощник Айрата Жамалиева, находясь в розыске, был далек от затворнического образа жизни. 15 мая Абельтаеву исполнилось 35 лет. И свой день рождения он отмечал в одном из караоке-баров, предположительно расположенных в Астане, о чем свидетельствует видео, появившееся в интернете. Арман Абельтаев был третьим участником событий, которые всколыхнули всю страну. Ранее отмечалось, что он личный помощник Айрата Жамалиева, и ему предъявлены те же обвинения, что и бизнесмену. А именно вымогательство, незаконное лишение свободы и мужеложество. Представители Алиби Жумагулова сдержанно комментируют новость о поимке третьего подозреваемого. Касательно того, что он отмечал свой день рождения, знаете, мне неизвестно, он действительно в городе Астана отмечал этот день рождения или нет. То есть у меня не было времени отследить эти моменты, честно говоря. А касательно того, что по времени его искали два месяца, ну, знаете, у людей бывают ищут и дольше, поэтому все зависит от того, насколько хорошо скрывалось это рецессор. Поэтому у нас претензий нет в данном случае. Короче, Жамалиева. Задержание Армана Бельтаева произошло в день начала судебного заседания по этому громкому делу. Суд проходит в закрытом режиме, поскольку фигуранты дела обвиняются в том числе и в совершении действий сексуального характера. Известно, что сам Алиби Жумагулов появляется в зале суда в сопровождении родителей и охраны. Представители потерпевшей стороны требуют более 200 миллионов тенге в качестве морального ущерба. Однако адвокаты Жамалиева настаивают на невиновности своего подзащитного и утверждают, что весь процесс фабрикован для того, чтобы отобрать у бизнесмена его рестораны и строительную компанию.